В течение 2013 года мы провели экспертный опрос, причем во всех государствах ОДКБ. И вот суммируя эти результаты, я назову тот вопрос, который остался. На ваш взгляд, как изменится безопасность на пространстве ОДКБ после вывода войск НАТО из Афганистана в 2014 году? Ну и вот около 80% экспертов, причем подчеркиваю, это не только российские эксперты и не только государство ОДКБ. Мы проводили эти опросы на ситуационных анализах, круглых столах. Собственно, я считаю, что ситуация ухудшится, причем 5% из них, что значительно. Ну и только около 20% считает, что она не изменится. В целом, позиция наша также заключается в том, что ситуация в Афганистане будет иметь тенденцию к негативному развитию сценария. Ну и какие опасности, угрозы и вызовы, собственно, для пространства ОДКБ? Для нас, прежде всего, это опасность вторжения вооруженных бандформирований, которые прошли подготовку в многочисленных лагерях и учебных центрах на территории Афганистана. Распространение радикальных религиозных идей, поддержка местных фундаменталистов государства в Центральной Азии, активизация террористической деятельности и переброска наркотиков на территории государств, членов ОДКБ и дальше в Европу, а также опасность создания так называемого террористического подполья. Вот далеко не перечень полный тех угроз, которые мы видим. Я хотел бы кратко, может быть, четыре возможных сценария, с нашей точки зрения, которые возможны. Ну, первый сценарий – это успешное международное сотрудничество. Я не буду детализировать, но, к сожалению, сценарий пока считаем не очень реалистичным. Второй сценарий – постепенный упадок. Это, собственно говоря, наиболее реалистичный сценарий развития обстановки. Ряд экспертов, в частности, Генерального штаба Российской Федерации, обратили внимание, что может быть опасность переброски нестабильности с Ближнего Востока, и тем самым угрозы с территории Афганистана могут быть усилены. Следующий сценарий – это так называемая интенсификация большой игры между великими державами. И, конечно, это тоже представляет определенную опасность. Ну и катастрофичный самый сценарий – это Центрально-Азиатский взрыв, катастрофа, падение государств. Но он все-таки большинству экспертов представляется малореалистичным. Что в этом контексте делается организация договора о коллективной безопасности по противодействию этим вызовам и угрозам в территории Афганистана. Но я кратко сообщу, что существует план организации, который был утвержден в декабре 2012 года. 8 июня 2013 года он был уточнен с учетом специфики развития ситуации в Афганистане. И вокруг него на сентябрьской сессии глав государств в Сочи было принято решение об оказании помощи Республике Таджикистан по укреплению афганно-таджикской границы. Ну и в целом можно сказать, что в сентябре 2013 года на территории Кыргызской Республики прошли учения впервые мощного такого типа ГРОМ-2013, на которых спецподразделения российские и Кыргызской Республики действовали эффективно по противодействию расширению наркотрафика. И мы считаем, что это было очень успешное мероприятие. Ну и с нашей точки зрения ВДКБ пытается задействовать и другие формы деятельности. Я напомню, что в апреле 2013 года Афганистан стал наблюдателем парламентской ассамблеи ОДКБ и с нашей точки зрения состоялся исторический визит главы парламентской ассамблеи ОДКБ и руководителя одновременно Государственной Думы Российской Федерации Нарышкина в Афганистан в 2013 году в декабре, буквально несколько дней назад. Визит прошел очень успешно. И мы считаем, что это также будет содействовать минимизации тех вызовов и угроз.